Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня я, доктор Шишонин, расскажу вам, как стресс влияет на работу иммунной системы. В основном я расскажу про механизм, как он её душит, иммунную систему нашу. Дело в том, что при хроническом стрессе очень сильно нарушается кровоток головного мозга. Сейчас я вам нарисую. Вот он, головной мозг. Вернее, череп. Череп, да? Череп. В черепе есть, соответственно, мозг. Но это все понимают, что в черепе есть мозг. Мы его каким-то другим цветом сейчас нарисуем. Мозг нарисуем синим, например. И в мозге есть такая структура, называется голубое пятно. Я, видите, как хорошо синий цвет выбрал, прям чтобы показать вам это голубое пятно, которое управляет всем иммунитетом. И, соответственно, когда мы долго стрессуем, у нас что происходит? У нас напрягается шея, у нас напрягаются трапеции, да, то есть вот это всё зажимается. А сосуды шеи тоже, естественно, напрягаются, зажимаются. И плохо начинает кровоснабжаться головной мозг. Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео. Там вас ждёт ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности. Сделайте это прямо сейчас. Будет очень полезно. А когда головной мозг плохо кровоснабжается в целом, и голубое пятно, которое управляет всем нашим иммунитетом, это тоже чувствует и тоже плохо начинает работать. То есть нарушается управление, нарушаются сбои в процессах иммунитета, который, как вы знаете или не знаете, что такое иммунитет. Напишите в комментариях, остановите видео, кто знает, что такое иммунитет. Ну а я продолжу. Надеюсь, что вы написали в комментариях. И продолжу. Что такое иммунитет? Иммунитет — это то, что вы видите в анализе крови, когда вы читаете лейкоциты, да, когда вы читаете белую кровь, лейкоциты, нейтрофилы, моноциты, вот это всё, это и есть иммунитет. Иммунитет — это клеточный орган, который, в общем-то, является составной частью нашей крови и распределён по всему нашему телу. И вот этим всем с помощью гормонов управляет голубое пятно. Соответственно, нарушение кровотока мозга хроническое приводит к тому, что управление нарушается, и вся эта клеточная структура начинает работать со сбоями, плохо работает иммунитет, просаживается, перестают клетки эти ловить вирусы, бактерии и так далее, и так далее, и всё, и человек начинает болеть. При долгом хроническом стрессе человек может даже не выходить из инфекционного фактического состояния, будет там находиться. Поэтому, дорогие мои, чтобы снимать стресс хорошо, чётко и быстро, нужно резко активировать кровоток головного мозга. Для этого существует упражнение очень эффективное, оно очень простое — трясти головой. Когда вы трясёте головой из стороны в сторону, примерно таким образом возникают неприятные ощущения, в первую очередь такое лёгкое головокружение, но потом идёт резкий прилив крови в структуры ствола мозга, где находится голубое пятно. И таким образом вы снимаете стресс в моменте. И если вы будете это упражнение повторять в течение пяти раз в сутки по примерно 30 секунд, то вы будете очень сильно активировать свой иммунитет. Вот такой простой физиологический лайфхак сегодня я, доктор Шишонин, вам рассказал. Будьте здоровы! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...